Мне хотелось бы, наверное, и рассказать, что такое в моем понимании, в нашем понимании непохожие города и город для непохожих, потому что мне это важно объяснить, какую деятельность мы вели, какие принципы мы заложили, какие принципы, я уверен, что выживут, какие принципы погибнут, каким принципам или нашим задачам хватит времени на самореализацию, каким, к сожалению, не хватит. В первую очередь я где-то буду говорить про город, а где-то буду говорить про город Москву, а где-то это будет касаться уже всей страны, потому что, конечно, Москва как 14-миллионный мегаполис, так столица, это город, который определяет смыслы, тренды, как сейчас говорят, в политике, в культуре, в экономических связях и многое-многое другое. Так вот, мне кажется, весь успех, который у нас получился, я уверен и считаю, что мы успешны, многое сделали за те 3,5 года. Департамент культуры плюс те 6 месяцев, когда я работал в ректоре парка Горького, всю нашу работу мы делали и строили и продолжаем строить в интересах тех людей, которые живут в городе, потому что Москва это не сотни развязок, не десятки станций метрополитена, Москва это те люди, которые живут в столице. И чем эти люди сильнее, чем эти люди образованнее, чем эти люди даже спокойнее, тем больше шансов у Москвы в глобальной конкуренции за качество жизни в отношении с другими мировыми столицами. По мне, так как Москва город без центра и совершенно по-особому построенный, фактически это 12 акгломераций, 12 городов, выходящих в состав одного мегаполиса. И то, что здесь написано, мы в это верили всегда, у нас есть огромное количество доказательств, просто чтобы не терять время, давайте будем пытаться это принять за проверенным информацией. На сегодняшний момент Якиманка и Черемушки, два района города Москвы, менее похожи друг на друга, чем Москва и Чикаго. И это объективный факт, в силу, начиная от качества и количества людей, живущих в том или ином районе, в центральном или на окраине, заканчивая количеством полицейских, количеством уронов, количеством зеленых зон и той или иной политики первых этажей, которые есть на Якиманке, и, к сожалению, совершенно отсутствуют в Черемушках. Можно следующий слайд? Мне всегда казалось, что Москва – это город, у которого есть огромный потенциал, именно потенциал тех людей, которые здесь живут. Если посчитать, что в Москве миллион сто студентов, работающих, учащихся, 70% из них не из Москвы родом, они приехали сюда. Большинство из них, когда заканчивают вуз, не планируют возвращаться в свой регион. То есть Москва – это, конечно же, город молодых, город, который вытягивает энергию из всех остальных городов. И это как плюс для страны, как минус для страны, так и плюс для города. И это, конечно, надо научиться использовать, потому что та научная, интеллектуальная база тех людей, которые живут и работают в Москве – это большой потенциал. И конкурентная борьба с городами и с регионами России, она выиграна априори. Теперь задача – вступить и победить в конкурентной борьбе с большими, крупными европейскими городами. Чтобы люди, молодые, которые работают, живут и хотят здесь жить и работать, оставались в Москве, а не уезжали работать в другие регионы. Потому что при всем нежелании многих людей это признать, мир глобален. И человек, который умеет писать программы на компьютере или имеет какую-то любую интернешнл профессию, и знает хотя бы один язык, может найти себе достойную работу вне Москвы и вне России. Это, еще раз повторюсь, город без центра. Люди плохо знают, куда им пойти, где развлечься, чем заняться. И основным досуговым центром является торговый центр. И являлся, что по Сталинскому генплану 80% учреждений культуры построены и функционируют в пределах третьего транспортного кольца. Это, конечно, большой тормоз развития города. А также то, что в среднем в Москве около двух часов проводят в дороге на работу и домой, будь то общественный транспорт или личный автомобиль, то это тоже заметно влияет на мобильность населения. Но основная же наша задача, которую мы поставили себе, это борьба с диваном, как мы говорили, борьба с диваном и с телевизором. Когда в 2012 году вместе с нашими коллегами-социологами мы делали опросы населения, половина москвичей говорила, что предпочитаем проводить свободное время дома. Также, здесь не показано на слайде, 2 миллиона человек каждый уикенд имело проблему выходного дня. То есть люди не знают, чем заняться в выходной день. Мы изучали опыт Франции. С пятницы по понедельник, по-моему, около 50 часов блокбастеров идет по центральным некаменным каналам. То есть ТС, ТС, первый канал показывает достаточно высококачественный кинопоказ, и люди остаются дома. Я не имею в виду таких молодых людей, как вы, я не имею в виду людей старшего поколения. Такие молодые, как вы, легко научились брать телевизионный или интернет-контент, или киноконтент из интернета. Так вот, в 2014 году нам удалось сделать парковую революцию. Мы из 103 территорий отреставрировали, отремонтировали, полностью восстановили больше половины парков. Остальные восстановили к 2018 году. 35% москвичей планируют также проводить свободное время дома. И 31% готовы уже идти в учреждения культуры. Это большой показатель. Он изменился за счет реформирования домов культуры нашей и библиотеки. Потому что появилась какая-то другая актуальная повестка. Появился вот этот термин «третье место», где люди могут увидеть своих. Если говорить про те акции, которые мы тоже запомнились, «Ночь театров», «Библию», «Ночь музеев», «Ночь музыки», «Ночь искусств», то по итогам уже, образно моей отставки и окончания работы в мэрии Москвы, можно сказать, что эти акции, они носили в большей своей степени пропагандистский характер. Это невозможно, когда миллион триста человек по билетам, хотя и по бесплатному, приходят в музей, насладиться той или иной выставкой. Но колыхнуть интерес населения, конечно же, возможно. И быть объективным, когда, мы говорим, брать миллион триста, это фактически все молодые люди города Москвы, активные, которые никуда не уехали, от возраста от 18 до 35 лет. То есть это видно сразу, что мы вытягиваем всю молодежь. Это молодежь, мы делали много опросов, они не переживают, что они стоят в очереди в музей, они идут не в музей, они идут общаться. И еще раз повторю, они идут увидеть своих, потому что Москва большой, сложный, агрессивный город, мы все живем в разных районах, нам сложно увидеть друг друга, если только не на работе, на таких лекциях, либо на каких-то больших акциях. Большие акции, будь то ночь в музее, будь то митинг на Баловной площади. Поэтому в результате популяризации и введение моды на это нам показалось, что это самый правильный путь. И в результате этого посещение спектакля, концерта, выступ возросла за 35 года в 4 раза. В принципе, всю эту логику может следующий слой. Мы стащили с помощью... Ну, то есть, Данил Борисович Дендурей нас этим научил, когда прочитал нам лекцию и нашим сотрудникам, что 60% в Голливуде, в киноиндустрии, в киномерте тратится просто на продвижение кинопродуктов. То есть фильм снят, остальные все деньги только на рекламу, на продвижение и так далее. Мы поняли, что у нас есть уникальный и по российским меркам продукт, а многие продукты и по европейским меркам. И наша задача его научиться продавать, в кавычках, население. Ну, кстати, когда в кавычке убрать, в принципе, за 3,5 года рост небюджетных доходов в культуре составил 3,5 раз. То есть из 3 миллиардов рублей мы стали зарабатывать 11 миллиардов рублей. Из них 2 миллиона, если выкинуть на парки, что парки стали зарабатывать, то все остальные учреждения культуры, дома культуры, немного музыкальные школы и театры стали зарабатывать многие даже 300% к тем деньгам по госзаданию, которые выделяет город на их развитие, этих учреждений. То есть они обрели вторую точку опоры и очень качественно учились к этому работать. Там понятно, что, наверное, наложилось... Культура вообще напрямую связана с политикой. Там понятно, что наложилось большой объем телевизионной политической, политического вещания, и активные люди с деньгами хотят не только участвовать у телевизоров в некой телевизионной пропаганде, они хотят, чтобы была какая-то повестка общечеловеческая. Общечеловеческую повестку можно найти в театре. Поэтому огромный интерес сейчас к русскому театру и огромный к московскому театру. Большое количество людей пошли в театр только чтобы попытаться задуматься о том, как и зачем мы живем. Я так думаю, так пафосно считаю. Как вы видите, в парке примерно одинаковое количество людей проводят время. Люди, желающие провести время дома. Вы видите, что 55-65 лет. Это достаточно стабильная цифра. И на удивление, у всей нашей социологии, которая делается, как человек. Во-первых, как всегда, женщины больше интересуются культурой, больше ходят. в наше учреждение. Но как только женщина выходит на пенсию, 60 лет, ее радиус, если так можно сказать, ее городской маршрут сужается до уровня той управы, того района, где она живет. Поликлиника, больница, магазин, внука или внучка из детского сада. То есть, орелы обитания. почему мы опять возвращаемся к информации, пропаганде того, что мы делаем. и у нее теряются каналы получения информации. То есть, отключается, если так можно сказать, вот, общение с подругами по работе, которые могут рассказать, вот, меня сын водил в театре, там, муж на юбилей свадьбу водил на выставку. У нее теряется канал информации. Поэтому нам было важно развивать информацию в районах, чтобы люди узнали о том, что мы делаем. Была очень интересная вещь, всегда очень много дискуссий, мы пытались это требоваться решить, почему люди не ходят в кинотеатры. Из этой логики, хотя мы много смотрели, много делали опросов, из этой логики появилась ситуация следующая, что люди старшего поколения отвечали на вопрос, почему они не ходят в кинотеатры. Люди старшего поколения, я спрашиваю так, ваши родители и мои родители чуть постарше, то есть 60 лет человек отвечает на два вопроса. Это вообще не качество кинопоказа, как пытаются нам через телевизор объяснить большие кинодеятели то, что люди говорят. Это не мое место. Я не ощущаю его своим. То есть люди выросли в Советском Союзе, они понимают, что такое кинотеатр, а когда особенно там раньше разрешали курить, кальяны, попкор, музыка, все фойе забито подростками, для которых, наоборот, это единственная возможность вырваться из дома. Они, им родители с удовольствием дают 200-300 рублей, говорят, ты куда, в кино? Ну и слава Богу, до кинозала может не доходить, но фойе они счастливо пьют кока-колу, курят кальяны и чувствуют себя взрослым. Поэтому вот эта молодежь подростки отбивают зрителя старшего поколения. И, на удивление, это не вопрос кинопоказа. То есть два ответа было. Я себя чувствую там самым старым, и это не мое место. По качеству кинопоказа зритель не может его даже оценить, с учетом того, что много хорошего кино, как иностранного, так и какое-то российское снимается. и, в принципе, если эту модель дальше развивать, то, добившись, если правильно, под определенным углом, надавить на кинопрокатчиков города Москвы, добиться возвращения утренних киносеансов и дневных с дешевой ценой до 100 рублей, то экономия победит вот это ощущение. Люди старшего поколения, вместо того, чтобы сидеть там около РТРа и смотреть какое-то такое пошлое телевизионное мыло, они пойдут в кинотеатры. И этот прирост может быть даже больше миллиона человек для Москвы, что будут космические цифры и что изменит экономику. Больше того, наши исследования показывают, что основная экономика кинотеатров совсем не кинопоказ. Об этом сейчас не любят говорить, но 55-60% кинотеатров они зарабатывают просто на общей еде. На кока-коле, по кольму, понятной еде, мороженому и многое-многое другому. И это, в принципе, большой потенциал. Вообще, любой культурный выход дает синергию другим учреждениям. То есть, если мы выменяли человека в кино, почему мы очень изучали эту тему, то на третий раз большая вероятность, что человек пойдет в театр. Потом большая вероятность, если он начнет ходить в театр, что он захочет что-то сам петь или как-то развиваться. Наша была задача человека втянуть в этот культурный процесс. А дальше рынок, не рынок, это же услуга, наши деятельности даст человеку возможность для самореализации. Основное мероприятие, которое так вышло, кстати, это тоже можно изучить, и на этом тоже можно писать некую кандидатскую, в которой появились в Москве день города, новогодний, ночь искусств. Ночь искусств придумали мы, новогодняя ночь была до нас, а день города придумал Юрий Михайлович Лужкову. Поэтому мы вынуждены были, чтобы не ломать стереотипное восприятие этих праздников, продолжать их делать. Наша задача была только поменять стилистику. И мне кажется, прошлый день города был лучший день города за всю историю города Москвы, и на него пришло 6 миллионов человек. 6 миллионов человек по милицейским сводкам, по аналитике тех чеков, что люди покупали тогда мороженое, лимонад, воду, какую-то еду. То есть вышло 6 миллионов человек. Я буду достаточно скептичен к своей деятельности. Это не только наша заслуга, это большая заслуга телевизора, которая на протяжении всего лета кошмарила подходами угро-фашистов к городу Москве, и люди уже так устали от чернухи с телевизора, что они попытались выйти на улицу, понимая, что будет много полиции, будет много безопасности, и как-то увидеть вот ощущение праздника. И мы сами были не готовы. Мы думали, 3,5 миллиона, 4 миллиона, как всегда. Но тут вышло 6 миллионов человек. И это, конечно, был максимум, который город может вообще и гриотская система переварить, потому что люди пользовались метро, ходили пешком, и оккупировали патриарши, груди, оккупировали парк Горького, ждали салюта. И это... Но это было здорово, и это было хорошо, и это какой-то был такой праздник непослушания жителей Москвы. То есть это было ощущение праздника, чувствовалось через тех людей, которые ходили, улыбались, и убеждали себя, что жизнь продолжается, ничего страшного нет. Поэтому День города реально теперь стал по нашим наследним праздником, который работает на людей, люди хотят развлечься, провести время с друзьями, многие не уезжают на дачу. новогодняя ночь наоборот стала таким мероприятием. После того, как появились парки, катки, после того, как мы разрешили с частого запускать фейерверки в парках города, это такой праздник, когда люди дома выпили у телевизора и пошли встречать Новый год уже в час ночи в парке, брататься, делиться радостью, делиться атмосферой, уже выйти в люди хочется. И многим это удается, все точки общебита работают в парках, работают катки, то есть люди радуются, люди делятся, в людей есть ощущение праздника, что для нас максимально важно. Опять заработал микрофон, потому что нам это максимально важно, потому что, еще раз повторюсь, Москва это мы с вами, это те люди, которые в нем живут. Не будет нас, Новый год будет, люди будут так же выходить, и люди будут так же требовать праздника. И политики, так как существа более совершенные, чем обычные человек-пецепки, они будут этот праздник людям давать. Ночь искусства работает на людей, заинтересованных в культурной программе. С этими людьми, конечно, сложнее. Они в принципе, их всегда в Москве это уж точно несколько миллионов, но это всегда достаточно стабильная группа, как группа потребителей деловых мужских костюмов. Их можно легко посчитать, эти люди разбираются, чем спеваков лучше, чем Башмет. Я до сих пор не могу в этом разобраться, но они это понимают. Они понимают, кто лучше играет Рахманинова, кто хуже. И это определенная группа людей, это люди, которые могут посмотреть спектакль Чулпан Хаматовой, предположим, «Три товарища 18 раз» и помнят, как она играла в 90-х годах и как играет сейчас. То есть это настоящие ценители, это люди, которые ощущают себя частью некоего большого культурного процесса. Поэтому все московские театры полные. И поэтому, когда только у нас есть театр, где меньше 50% билетов продается, мы сразу меняли художественную руководитель. Потому что в 14-миллионном городе зрителя можно собрать даже на меня. А если пятиничекарочные фокусы показываются, то еще люди придут. Поэтому и театр Ромэн, там есть люди, которые любят цыганскую культуру. То есть это всегда есть при правильной коммуникации с обществом. На сегодняшний момент, так как это билетное очень четко, очень четко посчитанное, на сегодняшний момент 4 миллиона 40 тысяч билетов продается в театры города и на концертные программы города. То есть это 4 миллиона человек ежедневно ходят, ежегодно посещают наши мероприятия. Это очень большая цифра. Здесь на самом деле понятная статистика, что пожилые люди любят локальные праздники и пожилые люди может быть даже больше чем молодые хотят общаться. Хотят общаться, хотят общаться вне социальных сетей. Они стараются быть счастливыми. Это вообще большая проблема, которую вот мы не разгадали, но слава богу ее никто и не озвучивал, а можем озвучить мы вот сейчас. Я об этом много думал, но никогда не рассказывал. Понимаете, как изменилась патриархальная модель общества, неважно какого, европейского, российского, советского, в принципе, старшее поколение всегда передавало навыки младшему поколению. Но как произошла технологическая революция, то по развитию навыков мой отец является по отношению ко мне ребенком. То есть я его должен объяснить, что такое интернет, как переключается телевизор, что такое Apple TV, как позвонить по скайпу. И это в принципе достаточно в унизительную позицию ставит людей старшего поколения. Это видно в театрах, когда новые художники не могут найти роль и вообще даже не понимают в каких спектаклях задействовать людей 60-летних. Хотя это совершенно еще молодые люди у нас. Большинство руководств страны ровесники этих людей. Поэтому это поколенический разрыв он произошел из-за технологического прорыва последнего десятилетия. И это большая работа. Мы пытались извернуться по-разному, многие вещи у нас получились. Какие-то модные вещи, бабушка-блогер, какие-то мы провели волонтеров, чтобы они учили, как жаловаться через интернет на чиновников, на совмест, на все остальное. То есть это реально преодолевает людям жизнь, когда они чувствуют, что они понимают, что происходит у них, и зачем нужны эти технологии, и что, если на телефоне нет кнопок, это не сломанная штукенция, а это новая форма коммуникации. Поэтому мы стали делать библиотеки, называя их не страшным словом медиатека, а называя их просто, понятно, достаточно консервативно, московская, городская гостиная. И туда уже как-то не страшно людям старшего поколения зайти. Причем это видно, что мы меняем стилистику, но не меняем содержание. И люди пенсионного возраста красиво одеваются в единственную вещь, которая у них есть, такая выходная, и приходят туда общаться, разговаривать. читать переводику, какие-то ужасные глянцевые журналы для подростков, но они с удовольствием читают, интересуются. Это большая работа. То есть в чем мы с библиотеками не успели, это очень сложно. В принципе, с библиотек, так как их более около 700 к нашим подчинениям, это должны быть такие микроакультурные центры. Там должна быть возможность купить билет в театр, билет на выставку, знать расписание в городе Москве, что существует, купить или получить книгу с помощью библиотекаря, заказав ее, предположим, на Озоне, и получить эту выдачу. Иметь возможность, предположим, библиотека должна укомплектовать вашего ребенка в школе, дать список, отнес в библиотеку, нет, приходите через два дня, мы все эти учебники соберем, с вас 1400 рублей. Это большая работа, мне кажется, что это большой потенциал для наших библиотек. Вот, но помогать людям оставаться счастливыми, это, мне кажется, хороший месседж для департамента культуры уж точно. А вообще помогать это такое, здесь уже так нахуй написано, мне кажется, помогать людям становиться счастливыми, оставаться поводу не дать становиться, это всегда можно найти повод. Давайте следующий слайд. Это самая сложная тема, про которую много не любят говорить, а мы говорили всегда и продолжаем. Сейчас самое главное, что даже больше свободно эту тему говорить. Городская среда влияет на образ жизни горожан. Мы проводили, действительно, жители района Кузьминки меньше склонны выбираться в центр города, чем в соседних текстильщиков. Обычная, совершенно сухая фраза, могу объяснить подробно. Новый парк Кузьминки, сделанный не хуже, чем парк Гулькова, самый большой стиль парк, конюшня, спортзал, точки общепита. Девушка, которая сделала этот парк, через год стал выходить Львовский парк, три года работают и радуются работой москвичей и гостей столицы. То есть, здесь уже уникальный объект. Дальше, в Кузьминках есть отдельно особо охраняемая природная зона, зона с озерами, с лесами, с елодорожками, просто Кузьминки называется. И есть еще ряд объектов, куда люди могут пойти, провести вечер, провести время, еще усадьба Деда Мороза, еще есть какие-то культурные объекты, то есть, люди готовы в этом районе жить, ну, понимаешь, есть торговый центр, в нем кинотеатр, то есть, есть некая жизнь. Текстильщики совершенно другой район, людям нечем там заняться, люди готовы оттуда выезжать, то есть, не готовы, готовы были бы там остаться, но им нечем там заняться, они готовы выезжать. Есть такая же статистика по поводу, где люди, у нас есть вся статистика по всем статус-сечнировым районам, где люди больше общаются с соседями, почему это происходит, почему люди себя так ощущают. Дальше мы максимально пытались понять, что такое москвичи и для каких москвичей мы работаем. Поэтому мы пытались установить большое количество людей, у которых большое количество социальных связей, и чем более разнообразны круги общения, тем с большей вероятностью они будут участвовать в культурной жизни. Вот я пример приводил, когда женщина старшего выходит на пенсию, социальные связи обрываются и сокращаются до уровня педиатра булочной и химчистой технологии. Но то, что не переставало радовать, только 15 наскочи ходят в одиночку в учреждения культуры. И только 12% посетителей дня города пришли без компании, что тоже хорошо, потому что мы колыхнули ту одинокую публику. И уж точно 2% приезжают в новогоднюю ночь на Тверскую переплетную улицу, чтобы веселиться. Что касается тех связей социальных, которые существуют между москвичами, можно следующее слов? Мне кажется, что наша деятельность должна устанавливать новую социальную связь. Почему нам так было важно, чтобы у всех наших учреждений были социальные сети, чтобы люди фотографировались в наших учреждениях, чтобы люди ставили различные хештейги. вот пример Парк Горькова показал, что два года назад Парк Горькова вошел в 20 центров силы по версии Facebook, он на 15-м или 12-м месте, куда входит Эфилева башня, когда люди фотографируются или не фотографируются, но отмечаются, чекинятся, как говорят, в Парке Горькова. Это было заметно, в это входило Таймсквэр или Эфилева башня и много-много-много других таких вот глянцевых, заметных туристических мест. Парк Горькова достаточно уверен там чувствовал. Но что произошло в прошлом году, если может потому, что мы просто очень активные нации и любим фотографироваться, на пятом месте в Инстаграме также был хештег Парк Горькова. Люди огромное количество делают селфи, фотографируются на фоне куста, на фоне белки, на фоне чего-что можно, но именно в Парке Горькова и ставят хештег. Это большой успех. Если бы я понимал, как это капитализировать, то Парк Горькова мог бы быть очень богатым учреждением. Вот про переспределение не только экономического, но и социального капитала, это как раз вопрос про связи поколений. Огромный эффект для раскачивания культуры жизни города Москвы провела эта акция 50 поводов выйти из дома, когда мы просто совершенно элементарно в такой, знаете, предвыборной форме напечатали 800 тысяч буклетов с 50 поводами выйти из дома, отменили вход, плату за вход в наше учреждение культуры музеи, кентяна, какие-то сделали отдельную программу парки и раздали школьникам города Москвы. Школьники вместе с дневниками, с двойками, тройками, четверками, пятерками притащили вот этот буклет домой родителям. Но предварительно мы прокачали классных руководителей, что вы расскажите, что это за буклет. И дальше дети в зимние каникулы тащили родителя телевизора, и родители уже на 4-5 января совершенно устали выпивать или едать салат и левье, смотреть новогодние программы. пошли в эти музеи, которые не были к этому совершенно готовы, что в среднем в музей ходит 2000, а пришло 11. Не хватает ни гардеробов, ни туалетов, ни билетов. Уже какие-то ставили палатки при входе, где люди поили горячим чаем, делали выносной гардероб. То есть начался просто адский ад. И такой, когда Пушкинский музей Ирина Антонова вешала. Мы не московский музей, у нас денег нет, все за деньги, не приходите к нам в 5 вечера, мы уже закрыты, с Новым Годом. Это платкая программа, когда масса людей колыхнула другую, масса людей, которые стали в этом участвовать, и все уже безумно нанеслись в Курштабы. У нас же есть разные музеи, как музей русской гармошки, наивного искусства. То есть в принципе такие музеи, которые очень важны, но для особых ценителей, а для массовых людей это вообще невозможно. Музей квартира, и вот весь подъезд людей посмотреть на русскую гармошку. И в музее как правило это были какие-то уникальные коллекционеры, которые в дар городу подарили свои коллекции. Юрий Михалочка другой правильный руководитель, он на этом месте сделал музей. И люди прочитали. Хочешь сынок гармошку? Хочу. Там вот очередь стоит посмотреть. Это очень важно. Это культура выхода. И она очень важна, и она постепенно будет, конечно, меняться. К чему вы считаете это как изменить жизнь горожан с точки зрения того, как изменить социальную культурную жизнь? Понятно, что все станут более культурными, лучше общаться и так далее. Но их повседневная жизнь, вплоть даже, не знаю, политические и еще каких-то предпочтений событий, как это изменит? Почему это на практике прием помимо того, что мы станем лучше культурными? Мы станем лучше культурными? Культурными не уверены, но лучше мы станем. И сейчас я попробую, но это же не только отношения, попробую ответить, это не только от нашей деятельности зависит. Здесь не было этого слайда, потому что иначе бы лекция была безгранична. Для меня огромное удивление, я продолжаю это рассказывать, и даже доехал один раз до МГУ до Саусан, у меня это было огромное удивление. Средняя московская семья готова тратить 7% своего бюджета семьи, дохода на развлечение культуры, они пишут, досуг развлечения культуры. И только 2% своего семейного бюджета средняя готова тратить на образование. Хотя во всем мире это совершенно обратная ситуация. Человек, если есть возможность отложить деньги, он идет тратить на образование, чтобы когда-нибудь потом в резюме написать владелью испанским, и ему где-то доплатят за это, когда возьмут на работу, или обладают такими и такими навыками. Так как мы постсоветское пространство. Вот как мне объяснили умные угошники-экономисты, что у нас есть стереотип, что образование должно быть бесплатно, и платить мы за нее не будем. А вот на досуг и развлечения нам не жалко и 20%, просто больше нет. Поэтому что будет дальше? Я думаю, что дальше будет кризис. Мировой финансовый кризис, который будет средствовать в России. И мне кажется, что дальше будет то, что ценность образования и личного возрастного развития и экономии средств. Но и в чем это должно иметь? А то, что только в саморазвитии, в дополнительном образовании и в спорте. Это будет востребовано, если вы спрашиваете, короткую перспективу. А длинную перспективу я просто не знаю и не готов предсказывать. Я думаю, что ценность дополнительного образования будет возрастать. Как культурный, так и другой. Потому что это прямая зависимость, когда начинается проект «Голос» на первом канале, какое количество идут к нам в учреждения, научите меня петь. Это и готов платить деньги, 2000 рублей, одно занятие не стоит. Это вот так, наверное, будет, такой короткий прогноз. Сергей Александрович, вы покинули пост вводить департамент культуры на Москву, как говорится. Скажите, пожалуйста, чем вы собираетесь заниматься дальше? Какой у вас проект «Откроете тайны»? У меня нет никакого проекта, я это не скрываю. Я, как я искренне считаю, буду работать с Сергеем Капковым, отцом своих детей, которым и близким. Буду тратить все свое время на любимую девушку, детей, потому что я много задолжал за эти 4 года, и на самое развитие. А что дальше будет, это уже время покажет. Что вы считаете своей самой большой неудачей за время работы главы департамента? Есть ли какая-то вещь, вот про которую вы сейчас вспоминаем, в отличие от всего, про что вы рассказали, что вам прекрасно удалось, как-то думаете, а вот с этим вам не вышло? Сложно говорить, что мне не удалось закрыть еще 30 лишних учреждений, которые не нужны, а деньги перед спределить в сторону других получать. Это сложно, так сказать, я не готов это сказать. Что не вышло, наверное, нам не хватило двух лет, чтобы гарантировать стабильный результат развития московской культуры. Но в этом нет моей вины, в этом так сложилось, что такой исторический процесс, что это не самое теперь главное и не является приоритетом государства. Хотя, в принципе, может, это я такой романтик, может, и раньше это не являлось, это я сам себе придумал. Сергей Александрович, разрешите вам задать такой вполне конкретный вопрос, связанный с финансовой моделью существования парков Москвы. В частности, правительство Москвы планировало принять постановление, по которому деньги, собираемые с парковок, администрируемые структурами департамента транспорта, должны были идти в бюджеты парков. Такое постановление, насколько известно, пока не было принято. 4,7 согласовано, его один из департаментов не подписал, сейчас будут согласительные комиссии, мы это дожмем. Хорошо, и хотел уточнить, как, по вашему мнению, это коррелируется с международным опытом хозяйства деятельности парков? Ну, у нас совершенно разные модели. Если говорят, западные модели, они зарабатывают еще на девелопменте вокруг парков за счет тонейшен и налогов вокруг того места, где есть этот парк. С общепитов, со всех, то есть это совершенно другая модель. Мы зарабатываем, сожжу, нет этого слайда, 12% на аренде, 25% на проведение массовых мероприятий, сколько-то денег мы зарабатываем на продаже воды, лимонадов, мороженого, то есть по принципу Олимпиады, когда продаются только определенные бренды, и на культурно-массовых мероприятиях, и большая доля сейчас финансовая это каток, который платный. Поэтому у нас совершенно другая модель, наверное, знаете, как у нас все-таки модель, что парки работают как некое предприятие, и в принципе любой парк сейчас зарабатывает наверное 300% тем деньгам, что дает город. Это большие деньги. какие планы о развитии грузовика не изменились реальными, потому что видно, что парк очищен, потому что не парк, а выставка почищена, выставка отремонтирована, что-то сносит, что-то строится. Парки контекстно рентабельны, парки сейчас зарабатывают наверное, я уже сказал, 300% тем деньгам, что дает город. В принципе, если совсем по-жесткому, город может уже не давать деньги. Парки прокормят себя сами на ту деятельность, которая существует сейчас, если мы не считаем перекладку водопровода, какой-то большой глобальный ремонт. Все остальное может функционировать уже само по рыночной экономике. Но иметь те же самые риски в кризис, как имеют другие предприниматели. Планы по ВДНХ. ВДНХ это большой тяжелый проект и ВДНХ объективно ему сейчас самое главное придумать концепцию и ту идею глобальную, чтобы он занял место, ВДНХ занял место, выставка заняла ВДНХ место на карте хотя бы Москвы. Потому что вы когда говорите о которых в парке ВДНХ окупали они, а я не знаю, потому что каток в парке ВДНХ он конкурирует с кем-то. В парке Сокольник и с парком Горького. Есть настолько людей, которые и здесь покатались, отдохнули день, пошли там, покатались за 500 рублей, потом там, там, а еще это же все конкурирует из похода в кино и в ресторан и с просмотром телевизора. То есть деньги-то не бескероничны, поэтому я не знаю окупали в парке Думаю, что в первый год нет. Но еще здесь с погодой связано. По поводу концепции ВДНХ она пишется, она работает, то есть ее пишут, делают, возможно, это будет реализовать, я не знаю. Из-за кризиса, из-за влияния многих, разных, из-за влияния больших начальников, которых больше даже, чем мэр города, у которых тоже есть свое мнение, что там должно быть. Но в принципе, я думаю, что с таким подходом это появится такая выставка достижений нынешней России. Там будет все. Православие, тополей, буков, это вооружение, катка, фалафеля, шурмы, митболов, то есть это как бы добро пожаловать. У меня вопрос по поводу вашей отставки. Сейчас в СМИ активно обсуждаются две версии. Первая связана с тем, что... Я сразу скажу какие. Сам ушел или выкли? То есть это может не подсказывать. Совершенно верно. И связана с тем, что вы будете либо представлять конкуренцию на выборах Собянину, либо будете популярным позиционером. Какой версии вы больше придерживаетесь? Популярным оппозиционером я быть не хочу. И, во-первых, из дома нечасто выпускаем, судя по всему. И, во-первых, им надо там какую-то жизнь прожить, да? Я пока так не планировал. А по поводу конкуренции, знаете, есть эта правдивая история, когда у Далай-Лама будет смеяться, Филипп Тиркоров спросил. Это правда. Филипп Тиркоров у Далай-Лама как-то спросил, когда он к нему пробрался, когда его привозили, то ли Филиппа Тиркоров в Далай-Лам, то ли Далай-Лам к Филиппу Тиркорову, президент Калмыкии, в общем, как-то его когда-то звали, я уже не помню, но придется и Филипп Тиркоров такой, на пафос, говорит, как вот в мире шоу-бизнесах, где локтями постоянно все толкаются сохранить себя, свои чувства, не испохабить свою жизнь, душу и карму, на что Далай-Лам сказал, я не знаю, у меня нет конкурентов. Поэтому, в принципе, это и ответ на ваш вопрос. Спасибо за лекцию. Я хотел попросить вас прояснить, кому вы именно имели в виду в ряблогентных изменений в своем прощальном посте в Фейсбуке. И второй небольшой вопрос на меня появился, когда я в основном станет вашим преемником. Вы очень современный человек, вы произвели такую реальную культурную революцию, которая для многих очень заметна, очень заметна, скорее всего, для тех, потому что вы в хорошем смысле этого слова модный, современный, классный, да, и... для вас. Вы тоже? Я думаю. Александр Гнебовский, как мне показалось, как мне кажется, он не такой классный. Вы ему тоже не понравились, кстати, но это тоже к этому не имеет отношения к совершенно к культуре. Да, ну то есть, даже еще не придя на несколько лет в должность, он уже сказал, что никакой культурной революции не будет. Вот, собственно говоря, в этом и заключается вопрос. Как кажется, вам еще какое хорошее начало, изменение Москвы, оно вот, собственно говоря, на этом начале и закончится. Так культурная революция уже произошла. Это сделал я за три года. Сейчас будет культурная... Сейчас, я надеюсь, не будет культурной реакции, но что-то будет по-другому. Я, кстати, тоже спокойно к этому отношусь. Ну, или вынужден спокойно к этому относитесь. По поводу вашего вопроса про агент изменений. Сразу есть. Агент изменений – это вы. Но, в принципе, вы все. Но если брать научный, что мы говорим, когда... Потому что потом уже остается только одна фраза, агент изменений. Это люди, у которых есть требования к городу, к власти, к соцкульт-быту, ну, как раньше говорили, те люди, которые живут в городе, платят налоги, участвуют в жизни города, и мы для них делаем свою культурную политику. Меня понятно, что потом могут обвинить и выбрать это из контекста, но это совершенно была наша осознанная политика. Вы живете, работаете в Москве. У нас есть для вас культурное предложение, и нам вошло ваше мнение. Но нам вошло ваше мнение не только про вас, а куда бы вы хотели сводить своих родителей, а куда вы хотите сводить своих детей, а куда вы хотите сводить своих друзей, которые приехали из того города, где вы с ними родились или учились. То есть, это главный выбор, для кого ты это делаешь. Это, ну, много раз в первые годы нашей деятельности говорят, что нужна хоть какая-то в мире российского хаоса стратегия. Она хотя бы может быть на уровне просто выбора. Стратегия – это всегда выбор. Заказали кофе, отказались от чая. Заказали чай, отказались от чая. Вот на этой уже стратегии уже достаточно. Для кого мы работаем? Мы работаем для всех москвичей. У нас президент Северсия Натальдина, Владимир Владимирович Путин. Мы должны как департамент определиться, на кого мы делаем. Мы делаем на активных, актуальных агентов изменения. Это не обязательно студентов вышки, МГУ. Это может быть парень, который работает в комплексах сежилищно-коммунального хозяйства начальником отдела высотных конструкций. Получает 100 тысяч рублей, там неплохо платят. У него есть деньги, у него есть возможность и желание ходить в театр, у него есть желание прокатиться с женой на велосипеде, у него есть возможность купить эти велосипеды, взять их на прокат. То есть, это может быть такой человек. Он ездил за границу в Прагу, в Париж на 8 марта, может быть, еще куда-то. То есть, у него есть требования, как там люди живут. Он не считает, что он окружен врагами, он хочет сегодня, здесь, сейчас жить по-человечески. Вот и все. И мы это должны предоставить. Вот так. А вы не могли бы как-то характеризовать своего приемника, просто чтобы мы понимали, что от него ждать, а получится ли он на этом посыл? Я думаю, что получится, но ведь получится то, что может получиться. Ему будет тяжело, и мы с ним сегодня долго разговариваем, Александр Владимирович, потому что функция мозгового наследия это запретительная разрешительная функция. Это работа с бумагами, с законом, документооборотом и полное отсутствие учреждений. А когда у тебя 700 учреждений, и каждый учреждений хочет с тобой пообщаться, тебе надо хотя бы 2 часа в день на 2-х руководителя, чтобы за год со всеми поговорить. То есть, здесь ты должен общаться с людьми. И это всегда непросто. Мне это было интересно, но я и человек другой. То есть, мне люди интереснее, может быть, больше, чем бумаги. А здесь надо будет себя перестраивать. А как получится? Я уверен, что получится. Вопрос до какого уровня и как. А будет революция, не будет революция? Дай Бог, чтобы революции не было. Главное, двигаться в том направлении, но и не было бы реакции. Вот и все. В первую очередь, хочу поблагодарить вас за доступный спорт в парках, что есть везде возможность покататься на велосипеде, потягиваться на турниках и вести здоровый образ жизни. У меня вопрос профессиональный. Явно, что революция, любая, в том числе и культурная, не делается в одиночку. Каким образом вы создавали команду людей, а по результатам и срокам видно, что работали профессионалы? Я думаю, что это сотни руководителей, в том числе руководителей парков, это и подведомственных учреждений. Каким образом вы отбирали людей? Не по резюме, не по интернету уже искали. Это, может быть, из прошлого коллеги, одногруппники, однокурсники, школьники, те, кто хорошо себя показал. Вот такой профессиональный вопрос. Спасибо. Нет, я из Нижнего Новгорода никому не привез. И это все были люди, с которыми я сталкивался в парках, которых я видел где-то. Мы первый год много на это время тратили. И, по-моему, есть даже какая-то статистика, около 40% руководителей учреждений мы поменяли. Мы много где искали. Этот вуз нам даже кого-то предоставил. Где-то мы натыкались просто на внятных людей. Где-то были люди, занимающие вторую позицию. Здесь такая история, что если ты говоришь, что это приоритет, но ты как руководитель, то найти человека можно. А дальше вакуум такой все-таки в культуре, это такая достаточно не реформированная в советских времен отрасль, то ты, если задал лекало и правило, то человеку даже без опыта работы в советской культуре очень интересно и потенциально можно там работать. и таких людей можно много найти. Это все такие, знаете, мифы, которые многие чиновники оправдывают. Ну, где же люди эти найдут? Нету ведь новых учителей, нету скамейки запасных на новых директоров школ. Люди есть. Это достаточно понятная работа, это достаточно понятная история. То есть, зато ты точно может быть совершишь одну или несколько или больше ошибок, но поймешь, как это устроено. Это же, в принципе, понятная история про акционеров. То есть, у тебя есть государственное задание, государство, твой акционер. Они говорят, вот мы тебе даем 80 миллионов рублей. Надо, чтобы было чисто, интересно, весело и не было с пожарными, налоговыми работой. Так все, и таких людей в Москве точно можно найти. Такие люди появляются. Человек говорит, да, я готов. И будь это ТК Меридиан или театр или парк. В парке он всем больше нравится, потому что парки больше на слуху, парки, но есть много учреждений, где у людей есть шанс себя проявить. Сергей Петрович, вы достаточно мрачную картину нарисовали всего мира, ну, не всего, вернее, среды за пределами культурной Москвы. За пределами России или культурной Москвы? За пределами культурной Москвы в России. Все хорошо. Я же думал, не напали на нас куда-то. Нет, нет, как в случае. Я как раз просто хочу спросить, а вы считаете, сможет ли вот этот светлый мир осознанности и радости, который был создан за несколько лет в Москве, противостоять какому-то аккессивному воздействию извне и что делать, если наступит реакция, о которой вы говорите? Во-первых, реакция, которая будет, она не будет извне, она будет изнутри, она будет вот из этого светлого, яркого и радостного. Любую, любая столица империи атаку варваров проиграет. если регионы пойдут на Москву, то сдавайтесь и я думаю, что не стоит этому противостоять. А то, что касается реакции, у реакции нет шансов если быть серьезным, потому что все, что мы делали, мы нашли, и вы сами это почувствуете, и многие, мне кажется, кто внутри систему чувствуют московскую идентичность. А именно совершенно понятная вещь. У нас так принято, у нас так не принято. У нас не принято танцевать в парке Горького или Скинку и вроде не танцуют, но у нас принято вот сидеть, разговаривать, гулять с собаками, без собак. Можно даже, разрешаем даже выпивать на траве, только плед возьмите, и так далее. То есть у нас может в кафе купить корзинку с этим, я не знаю, куском хлеба, сыра, колбасы, бутылкой вина. То есть это наш московский. Мы так живем. И в принципе мы все вот своими действиями, своим поведением, своим воспитанием защищаем этот понятный газ. Мы так живем. И в принципе, если мы так и будем жить, то таких как мы будет развиваться людей больше, больше и больше. В советские времена москвичам можно было увидеть, заметить, у всех уже были дубленки. То есть если он идет в Новосибирску, приехал к этим городок из Москвы. Дубленка, инжабка, то есть виден москвич. В принципе, и сейчас это видно, просто москвичи уже не хотят ездить в провинцию, но все, как мы живем, так и надо продолжать жить. И это появится, потому что еще раз говорит, город, это мы. Как мы живем, так и живет город. Это во Франции, хотите так же. Вот они едят красавцевых 200 лет и продолжают его есть. Кризис, не кризис, одна партия, другая, налоговая. То есть это задача про некие свободы и про ощущение жизни. Вопрос в том, и весь мой основной, это конфликт. То, что сейчас как-то начались разговоры, что, знаете, сейчас надо сосредоточиться, во-первых, а во-вторых, надо страдать. Потому что вокруг Москвы не что-то, а вокруг России как-то все сужается. Да я же даже не против страдать, я уж я-то еще как страдаю. Вопрос в том, что страдать это не значит вводить карточки. То есть страдать это быть неравнодушным и делать что-то до своей родины. Вот и все. И когда я делал паркурику, я тоже страдал. Не досыпал, не доедал. То есть, что-то я делал, это все все равно, знаете, как вот в больших книгах написано через кровь. То есть, это все равно через мучения, через выход из зоны комфорта. Это все равно страдать. Только давайте страдать и жить за родину, а не страдать и умирать за родину. То есть, я сторонник все-таки гуманистического подхода. А вы вообще планируете оставаться в Москве и в России? Да, конечно. Куда же возьмут-то что-нибудь? Ну, вот с Борисом Джонсом когда общались. Когда что-то поняла? Спасибо. Да, с Борисом Джонсом я общался, но у него там такие... Во-первых, он сам по себе уже есть, поэтому место занято, а во-вторых, ему советники не нужны, хотя говорят, что там уже 400 тысяч русского дворяй не нужны. Сергей Александрович, проект МКЦ. Будет ли он после вашего ухода продолжать свою линию или ваши замы уходят вместе с вами и мы как-то закрываем... А как мы МКЦ расшифровываем? Потому что есть... Марковский культурный центр, я имею в виду для других ДК. Вот у нас есть ДК, который уже развивается, мы открылись, у нас два открытия... Весь этот год он будет развиваться, потому что инертность у города большая, мы же должны открыть 8 проекта, 8 таких МКЦ, культурных центров. Мы их нарисовали с архитектором в прошлом году, отторговали в начало этого, сейчас идет стройка, то есть 8 мы откроем в 2000... Ну, в этом году, в 2015 году. Что будет в 2016, я не знаю. То есть проект будет на 2015, будет продолжаться точно. Стас, как вам задать? Ну, наверняка, на Непозу вы получите некое интересное предложение с той или иной стороны отработать так нового. Вы свою команду заберете с собой, который вы создали сейчас в партнете культуры, в городе парке, в театре... Ну, у кого-то, да, кого-то нет, кто-то находится на своем месте и сложно человека и директора парка забрать в другое место, если у тебя нету альтернативного парка ему. Ну, сложно найти проект за эти альтернативные Москвы, то есть это... А еще, так говорить, с той или с одной стороны вам будет предложение. Значит, предложение только с одной стороны, с другой ничего не предлагается, мы предлагаем... Дома посидеть, наверное, как-то... предложение будет, поэтому предложение будет, если возможно, что-то с одной стороны. В этом проблеме, что его не будет пока, потому что все предложения не складывались за мою короткую политическую, хозяйственную жизнь. меня всегда зовут, когда плохо все. Вы знаете, в футболе, я в футболе ничего не понимаю, а вот, слушай, надо сделать иди вице-президентом по развитию, а что там? Ну, там как 11 на 11, но надо найти иностранного тренера, мы у Путина согласовали, надо деньги на это собрать, надо консолидировать деньги, которые дает Газпром, надо консолидировать то, что дают по ЦСКА, надо консолидировать тоже дает Абрамович и построить 100 полей, привезти 20 голландцев, сделать школу в Тольяттне, то есть, как бы, большой процесс, я этим занимаюсь искренне 4 года, мы получаем третье место на чемпионате Европы. Гусхидден до сих пор мне за все благодарен. Мне говорят, все отлично, нормально, Мухо становится министром культуры, жмет мне руку, оставляет меня в этом РФСе, приезжает человек из Санкт-Петербурга, РФС до сих пор нет, после того, как они там похозяйствовали. Ну, меня тоже поблагодарили, пожали руку, и все. И вся та же история с парком Горького. Нарисуй нам проект, нам надо центральный парк Горького. Я что, специалист по этому? Я, у меня хороший слух, я хожу за Цинципером, говорю, расскажи мне, что тут это надо делать. Хожу за другими, в Лондон лечу, там хожу. Лондон не подходит, надо с таком лететь, мне вроде климат такой же ужасный, как у нас. Ты начинаешь что-то сделать? Еще я умею найти людей, которые красиво это могут нарисовать, не так, если вы приседешь на презентацию, еще лучше. Приносишь, открыл, все как Буратино на азбуку, можно, можно, сколько времени, сколько денег, столько, столько рассказал. А директор, если ты, то давай ты будешь. Ну, как я буду, я депутат государства, думаю, не, отлично, ты будешь, за пять лет все это сделать. Назначил, наверное, на пять лет, через шесть месяцев забрали, я уже все сделал. Давай, ты теперь за все будешь отвечать, давай. все сделал, отлично, он по команду посчитал, все, теперь можешь тоже идти. Вот я так скажу, то есть, в голову. Чего я это все иду? Спасибо. Нет, это через адрес. То есть, когда у властей, теперь приоритет какой-нибудь, то я с удовольствием поеду. Просто я сейчас опасаюсь, что мне кто-нибудь в Луганск пошут, в Донецк, или Крым восстанавливать. Я пока сейчас не сделаю, потому что я мы говорим о том, что произошла культурная революция и о том, что москвичи как-то жилут по-иному и вообще все как-то вдруг меняется, в том числе в культурной жизни столицы. А параллельно мы читаем, что программа с 16 по 20 год, патриотизм, вкладывают миллиарды долларов, миллиарды рублей и будем учить там калинки-малинки, чем град отличается от Бука, и так далее. Вот вопрос в Москве, насколько нынешняя ситуация политическая, вот эта атмосфера истерии какой-то, хаоса, в определенном смысле, и вот этого агрессии, которая со всех сторон, насколько она может повлиять на культурную ситуацию, насколько она может, насколько наш день города может вместить в себя там, георгиевские ленточки. Может. И поверьте мне, что это не вопрос власти, и не только вопрос власти, это вопрос ощущения, что если так плотно и интересно рассказывать по телевизору про все это, то и люди скажут, а где же наш праздник? Это не это, кто это такие? Это, ну, где вот наш патриотический? То есть люди могут тоже, людей можно воспитать, и выйдет другая часть публики, и я надеюсь, что это не будет 6 миллионов, выйдет тоже на улице, и будут требовать своего праздника, конечно. Я вообще поэтому считаю, что показательный будет год следующий, потому что следующий год это год выборов, и какая будет палитра из политических партий представлена. Мне не кажется, что будет старая классическая партия, плюс одна партия неудачников, либеральных, каких-то экономистов, а появятся уже такие крайние националистические партии, то есть на основе которых будут созданы, может быть, различных политических движений. Которые мы видим, которые сейчас видим. Да, спасибо. То есть, ну, а вам что ближе, митполы, палаты, или все-таки георгиевская ленточка и вооружение? Ну, как это называется? Я уже жизнью своей доказал, что я люблю фалафель, митполы, но и ленточку на себя могу одеть как символ чего-то, истории нашей, родины, и так и подобное. Просто мне хотят, предлагают одеть ленточку, ничего не дают делать, отняли фалафель, митполы и другого, больше ничего не дали, и присылают людей, которые требуют моего чуть ли не физического уничтожения, у которых у самих в одной руке Библия, в другой стакан с виски, они мне проповедуют, как надо учить жить и так далее и тому подобное. Но я же с ними даже не спорю, я предлагаю им самим предупредить себя. На днях мы буквально вчера вы высказали предложение объединить два департамента, департамент культуры и культурного наследия. Как вы относитесь? Я отношусь положительно, я больше предлагал это сделать под своим началом, но объединять без моего начала. В принципе, я бы к ним еще присылал, вообще без иронии. Комитет по туризму, который тоже существует, и можно даже не добавлять ни одной единицы департамента культуры, но он так справится, потому что люди едут в принципе в Москву, и департамент культуры справятся с этой задачей. Я бы еще переложил на департамент культуры часть общественных связей, ну вот, комитет общественных связей, часть полномочий, и возложил межнациональные отношения тоже на культуру. Объясню, почему. То есть, это понятно, что это такой блок сумасшедший и невозможно. Но уж мы-то по Москве, особенно вы, молодые люди, должны же понимать, что межнациональный конфликт на 97% это межкультурный конфликт. И это как раз про московскую аутентичность. Мы так живем. У вас там так можно, у нас так не принято. Мы же не приезжаем торговать свининой в Махачкалу. То есть, нет таких сумасшедших воронежских, ивановских, липецких крестьян, которые поедут туда это продавать. Но мы уважаем эти традиции. Вы нас тоже уважаете при всем той риторике, что мы столичные регионы. Поэтому я не против этого объединения. Укрупнее вопрос кто, чем, как, занимается и какая цель. Объединить все можно в одно. А в принципе, ведь все это и называется правительство города Москвы. Все. Поэтому это можно сделать вопрос только для чего и какую цель стать. Вот вы, москвичи, получите вот это в итоге. И причем, самая главная территория должна совершенно понятная. Она вот не в цифрах, не в диаграммах во всех. То есть, я должен любой другой выход искать. Я вам, товарищи, обещаю, что в 2018 году каждый московский школьник, каждый второй московский школьник будет играть на гитаре и знать один иностранный язык. Сделать это совершенно несложно. У нас 100% московских школьников изучают языки. Из них 30% в лучшем случае знают это, что у родителей есть возможность заплатить за репетитор. Но такую же задачу репортамент образования может поставить. Все. И в этом направлении жить и двигаться.